Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Сегодня в нашей программе. Кинезиология или целебные прикосновения? В рубрике «Книжная полка» знакомство с книгой Альберта Нальчаджана «Агрессивный человек». На вопросы телезрителей отвечает кандидат медицинских наук, психотерапевт Марк Сандомирский. В рубрике «Рецепты счастья» рецепт от известного астропсихолога Ирины Пыжьяновой о том, что нужно для того, чтобы ваши дети были счастливы. Жизнь – вещь непростая. Она каждый раз предлагает нам все новые и новые ситуации и проблемы. А ученые-психологи находят новые способы их преодоления. Один из них, сравнительно молодой, называется кинезиология. О том, что такое кинезиология, и о том, как с ее помощью можно избавиться от негативных переживаний, проблем, стрессов и страхов – наша сегодняшняя программа. Кинезиология – наука о движении мышц. Она появилась в 60-е годы, как результат творчества группы американских ученых. Это удивительный метод, позволяющий выявить и устранить психоэмоциональную причину практически любого заболевания, быстро и активно избавить организм от последствий стресса. Кинезиология утверждает, что знания о том, как избавиться от душевных переживаний и физических мук, уже содержатся в теле каждого человека. Воспользоваться этими знаниями можно с помощью мышечного тестирования. Как это сделать? Мышечная система связана с эмоциями и мыслями человека и способна реагировать на малейшие изменения настроения. Поэтому любая травма, несчастный случай, физическое и эмоциональное оскорбление записываются не только в наших мыслях, но и в мышцах нашего тела. Когда у человека стресс, энергия заблокирована, мышцы находятся в тонусе. При отсутствии стресса энергия течет свободно и мышцы не заблокированы. Это и есть основа тестирования. Методики получения информации через тело с помощью тестирования и пути снятия проблем просты и могут быть освоены каждым желающим под руководством опытных инструкторов-кинозиологов. При этом люди учатся слушать и видеть и сопереживать. Меняется жизнь в семье, уходят скандалы и непонимания. Используя методы кинезиологии, можно помочь друг другу, а также своим родным и близким разобраться в неприятностях жизни, подкорректировать здоровье, найти первопричину недоразумений, которые могли разрушать семью и причинять боль. В ряде стран кинезиология уже стала предметом обучения в колледжах и других образовательных системах. Это дает возможность не только взрослому, но и подрастающему поколению получить в свои руки прекрасный инструмент гармонизации жизни. Итак, тема нашей программы сегодня – целебные прикосновения или кинезиология. И у нас в гостях психолог и инструктор-кинозиолог Галина Борисовна Шереметьева. Шереметьева Галина Борисовна окончила художественно-графический факультет Государственного педагогического института имени Ленина. Работала учителем рисования в школе, затем воспитателем в детском саду. Многие годы занимается изучением психологии и физиологии человека. Дипломированный инструктор-массажист и инструктор-кинозиолог. Выпускница Академии доктора Тойче. Автор методик по снятию стрессовых состояний, расширению сознания человека и развитию творческих способностей. Организатор и руководитель Духовной школы развития. Практикующий психолог. Проводит обучающие и развивающие семинары, которые помогают человеку избавиться от многих проблем. Автор 17 книг. Две из них «Я женщина» и «Путь от рождения к мудрости» стали бестселлерами. Пишет картины и обучает этому всех желающих. Замужем, имея двоих детей и внука. Здравствуйте, Галина Борисовна. Здравствуйте, Катяна Ивановна. Во всем мире метод кинезиологии стал известен в 60-е годы 20-го столетия. Насколько мне известно, вы занимаетесь уже этим методом с начала 90-х годов. Это уже 16 лет. И за это время вы смогли помочь очень многим людям избавиться от многих проблем. А когда впервые этот метод появился в России? Впервые в Россию в 1991 году приехал инструктор по кинезиологии Кэрол Энн Холмс. Именно с нее началось это движение у нас. То есть вы были первой ученицей? Да, практически. Я была в первом потоке. После этого, так сказать, до 97-го года Кэрол работала, и было несколько еще потоков. Но инструкторами кинезиологии стало всего несколько человек. Какие основные направления в кинезиологии? Как они называются еще? Для чего они существуют? Изначально кинезиологию, так сказать, основал Джордж Гудхард, который в 60-е годы, как вы правильно сказали, основал прикладную кинезиологию. Эта кинезиология была основана на том, чтобы разблокировать стресс, скопившийся негативный заряд, благодаря этому стрессу, в мышцах, в меридианах и органах. Чуть позже появилась кинезиология концепции «Единый мозг и три в одном», которой я как раз и занимаюсь. Эту концепцию основал Гордон Стокс и Даниэл Уайтсайд. В нее были включены очень много позиций, наработанных восточной и западными традициями. И давала возможность сбалансировать мозг и сделать человека счастливым, творческим и успешным. И не только подобрать ему лекарства. Чуть позже к ним присоединилась Кэндис Коэн, которая внесла еще очень много интересного материала. И в результате концепция стала называться «Три в одном». Что кинезиология дает простому человеку, в чем она ему может помочь, в каких конкретно проблемах? Вы сейчас об этом обязательно расскажете. Перед этим давайте послушаем мнение наших прохожих. А скажите, много ли у вас страха в жизни? От чего вы боитесь жизни? Потерять здоровье, потерять деньги, потерять близких. Я боюсь темноты, боюсь замкнутого пространства и высоты. Даже не знаю. Пожалуй, ничего особенного, я не боюсь. Да только работу потерять. Все остальное преодолим. Я боюсь за семью, за свою. И боюсь, чтобы что-то не получилось в жизни так, как хотелось, или что-то пошло не так. Страха много, это зависит от ситуации. А так, в основном, в жизни такого большого страха нет. Бога, в первую очередь. А как вам это мешает по жизни? Нет. Это помогает мне собраться и быть таким, каким я должен быть. Итак, Галина Борисовна, в чем же может помочь кинезиология простому человеку? Вот вы слышали, что люди боятся многого в жизни. Кинезиология, прежде всего, очень успешно работает с проблемой страхов. Огромное количество людей освободилось от страхов, стали счастливыми и творческими людьми. Многие люди находят в себе более интересную работу, устраивают свою личную жизнь, начинают делать такие вещи, о чем они раньше даже подумать не могли, что они когда-нибудь будут этим заниматься. То есть, насколько кинезиология способна серьезно изменить жизнь человека? Вы знаете, очень серьезно меняется жизнь человека к лучшему. Притом, достаточно мягко. Это никакой не гипноз, никакое не внушение. Ничего насильственного не происходит с человеком. Человек здесь и сейчас меняется. Понимаете, это чудо. И вот это чудо пережило огромное количество уже людей. Скажите, насколько широко этот метод известен и распространен в нашей стране? Потому что, как мне показалось, он недостаточно хорошо известен. Тем более широкому кругу читателей или слушателей, или телезрителей. Да, к сожалению, это так. И это очень печально, потому что за рубежом этот метод уже внедрен во многие образовательные заведения. Очень многие колледжи изучают кинезиологию и помогают друг другу. Помогают в таких областях, о которых мы только мечтаем. Потому что в настоящее время кинезиологов, практикующихся в нашей стране, достаточно мало. И я думаю, что было бы очень здорово, если бы в ближайшее время количество их увеличилось. И тем более каждый в своей семье получил работающего кинезиолога. Кинезиология, когда она приходит в семью, она помогает лучше понять друг друга. Даже меняются взаимоотношения в семье. Люди больше понимают, почему, кто, как поступает. И могут тут же оказать помощь. Но для этого сначала нужно понять, наверное, как работает кинезиология. Да, несомненно. Об этом мы поговорим через несколько минут. А сейчас настало время рубрики «Книжная полка», где нас ожидает знакомство с книгами, полезными для жизни. Сегодня я хочу вам представить книгу «Агрессивность человека», вышедшую в серии «Классика психологии» Альберда Нальчаджана. «Агрессивность» — одна из очень злободневных проблем нашей жизни. К сожалению, в современном обществе она растет. Западные ученые, здесь нужно упомянуть лауреата Нобелевской премии Лоренса, приходят к неутешительному выводу о том, что это неизбежно. Агрессивность заложена в человеке биологически. В своем объемном труде известный психолог показывает, что агрессивность является на самом деле следствием современного образа жизни, связана с недостаточным уровнем культуры, скучностью людей в больших городах, неправильному образу поведения и отрицательному влиянию телевидения. Им подробно исследованы, как приводят к агрессивности психологические механизмы власти и подчинения, а также межэтническая напряженность. Он исследовал различные типы семейного воспитания, приводящие к агрессии, и типы личности, предполагающие к агрессии. В то же самое время, как показывает автор, выход есть, когда с точки зрения науки оказывается, что агрессия выполняет роль психологической защиты. И тогда можно уменьшить ее, переключая эмоции человека на другую деятельность, сублимируясь. Снижают агрессии и эмоциональная разрядка, юмор и даже любовь. И тогда каждый человек может снизить уровень личной агрессии до некоторого допустимого минимума, который на самом деле необходим, ведь в небольших количествах агрессия может быть полезна. И главное, не становиться мишенью агрессии для окружающих. Итак, я советую вам познакомиться с этой книгой для того, чтобы получить личные рекомендации, как справляться с агрессией в повседневной жизни. Продолжаем наш разговор о кинезиологии и о том, как она может помочь человеку справиться со своими проблемами. Галина Борисовна, вы работаете в нескольких направлениях кинезиологии. Это три в одном и единый мозг, как вы уже сказали. Вот что это за направление, то есть каким образом они справляются с проблемами и с какими проблемами? То есть как вы работаете? Дело в том, что лучше, чем знает тело, мы не знаем о своих проблемах. Поэтому у нас всегда говорят, спросите тело. Мы тестируем мышцу, мы спрашиваем организм, где скрытая проблема, в каком месте. В концепции три в одном, которая добавила систему единый мозг, есть прекрасный барометр эмоционального поведения, который включил в себя все спектры эмоционального состояния человека. И здесь мы можем найти, на каком уровне эмоционального состояния находится в данном случае человек относительно этой проблемы. Если он на негативной стороне барометра, то есть испытывает негативную эмоцию, мы можем найти, где, когда он получил это состояние, изменить это состояние России в стресс. И человек вернется в другом состоянии, на противоположной стороне барометра, то есть будет испытывать максимально положительную эмоцию. И тогда у него будет уверенность в себе, он будет себя чувствовать гармоничным, и всё произойдёт. С какими причинами вам приходится справляться? Прежде всего, конечно, это общение с окружающими. Это страхи, которые связаны с тем, что человек не может выйти, поговорить, представиться. Кинезиология работает с проблемой обучения, потому что многим людям очень тяжело изучить что-то новое, какие-то новые материалы, при том не обязательно детям, а взрослым. Сейчас многие изучают иностранные языки, знакомятся с новыми какими-то приборами, и зачастую очень сложно понять, что там написано. Приходится периодически работать с людьми, которые воевали. И вы знаете, очень успешно рассеивается стресс, связанный с человеком, который приехал из горячих точек, и ему очень тяжело адаптироваться в настоящий период. В современной жизни, да. Да, люди, которые пережили очень серьезные стрессы, вы понимаете, достаточно одной коррекции, и человек чувствует себя прекрасно. Может ли человек сам устранить причины своих стрессов, страхи, блоки, или ему нужна какая-то помощь? Допустим, родные и близкие могут помочь человеку в этом? Несомненно, родные и близкие смогут помочь, если они хотя бы частично освоят эту систему. Я предлагаю прерваться на минуточку и послушать ответы по этому поводу, ответы наших прохожих. Хотели бы вы помочь своим близким, родственникам избавиться от страхов, стрессов? И каким образом? Ну, я не психолог, я не могу этого сделать. Ну так, чисто моральная поддержка. Любой человек, наверное, хочет этого. А каким образом? Каким образом? Ну, наверное, больше с семьей проводить время, разговаривать на эту тему, не бросать их. Да, конечно, хотел бы. Каким образом? Ну, в зависимости от того, кому чего не хватает, дать им это. Конечно, хотел, потому что не очень хочется, чтобы близкие, так сказать, испытывали такие негативные эмоции. А каким образом? Наверное, вниманием. Да и от своих бы избавиться. Ну, помочь бы, конечно, хотелось, но вот каким образом, я даже не знаю. Ну, я бы всех просто приглашал приходить в нашу церковь православную, вот и все. И там они бы избавиться от страхов и от своих тревог. И, думаю, жизнь у них наладится. Помощь близких людей во многих случаях бывает очень нужной и полезной. Но, наверное, в серьезных ситуациях не обойтись без работы специалиста. Какие еще серьезные проблемы решает кинезиология? Есть проблемы, связанные с общением. Есть проблемы, связанные непосредственно с какими-то болями в организме. Потому что, так сказать, зачастую вся физиология наша отвечает на негативное эмоциональное состояние, на наши страхи в прошлом. Так, например, если блокируются колени, если человек приходит у нас с болью в колено, мы знаем, что прежде всего страшно двигаться дальше, страшно двигаться по своему пути. Но почему, когда, что случилось? Почему он испугался? И мы можем, опять-таки, спросить его тело. Что происходит? Что он испытывает? И чего он боится? То же самое и с болезнями, наверное. Да, уходят очень многие заболевания. Я не говорю о том, что нужно избежать похода к врачу и не нужно лечиться. То есть одно, другое не исключает. Нет, несомненно, нужно. Но даже здесь кинезиология поможет. Кинезиология подготовит человека, подготовит человека к операции. Операция пройдет более успешно, не принесет потом никаких проблем в дальнейшем. Наверное, это даже помогает человеку экономить время и не ходить по большому количеству врачей, кабинетов врачебных, чтобы выяснить, что у него болит. Достаточно прийти к кинезиологу. Да, конечно, тем более, что достаточное количество сейчас профессиональных врачей, которые увлеклись кинезиологией, и они могут быстро и достаточно успешно продиагностировать состояние человека, а потом только отправить его в необходимые кабинеты для того, чтобы освидетельствовать то, что они нашли, и ввести в карту непосредственно показания. Это ускоряет процесс помощи человеку. И решается очень большое количество проблем. Я не говорю, что это панацея от всех бед. Нет, конечно, в общей сложности 95% клиентов – это полный успех, и 5% – когда приходится к чему-то еще прибегать, но это очень много. Это очень много. Тем более, я хочу вернуться к тому, что это может сделать каждый. Каждый в своем доме. Очень хорошо, что вы к этому вернулись, потому что я тоже хочу к этому возвратиться и перейти к третьей практической части нашей программы, где вы нас обязательно поучите, Галина Порисовна, простейшим упражнениям, которые все мы могли бы сделать прямо сидя у телевизора и помочь себе и близким. Ну, а сейчас прервемся на несколько минут, потому что в эфире рубрика «Вопросы к психологу». И сегодня на вопросы телезрителей отвечает врач-психотерапевт Марк Сандомирский. Среди множества писем, приходящих в адрес нашей передачи, сегодня внимание привлекло следующее тревожное письмо. Вот что пишет нам Люция, 38 лет. Я прочитала книгу по психоанализу и с удивлением узнала, что оказывается в браке супруги отрабатывают свои детские проблемы, отношения с родителями, которых друг для друга и заменяют. А как только достаточно проработают эти старые проблемы, разбегаются, становятся друг для друга не нужны. С горечью вижу, что это верно на примере семейной жизни моих подруг и сестры. Теперь постоянно живу с тяжелым чувством. Неужели и моей семье уготована та же участь? Как этого избежать? Уважаемая Люция, действительно, нередко, вступая в брак, люди выбирают себе спутников жизни, которые чем-то напоминают им собственных родителей. Особенно заметно это бывает в случае ранних браков. Но такие заменители родителей нужны взрослым людям только на то время, пока окончательно завершится их собственное внутреннее психологическое взросление. А что потом? Неужели семейной жизни наступает конец? Нет, конечно. Если люди знают о том, что происходит в их семейной жизни, если они сознательно к этому относятся и готовы работать над своими отношениями и поддерживать их, тогда они и далее сохраняют свою прочную семью. И я надеюсь, что именно так это произойдет и в вашей Люце семейной жизни. Продолжаем наш разговор о целебном прикосновении или кинезиологии. Галина Борисовна, как научиться простому человеку вот этому целебному прикосновению? Можно ли дома вырастить своего домашнего кинезиолога или самим, так сказать, стать кинезиологами? И будет ли это грамотно и полезно? Не навредит ли это человеку? Вы знаете, это очень мягкий метод, ненасильственный, поэтому навредить им практически невозможно. Несомненно, кинезиологии надо научиться, непосредственно проработав с инструктором. Просто по книжке понять можно, что это такое, но применить достаточно сложно. Вот по вашей книге, кстати, я хочу показать нашим телезрителям книгу «Целебное прикосновение к кинезиологии» и вторую книгу «Исцеление гармонии». Это книги, которые написаны вами. То есть вы считаете, что, прочитав эту книгу, недостаточно будет понять, что это такое? Можно понять первые принципы кинезиологии, с чем она работает. Но научиться тому же самому тестированию можно только под руководством непосредственно кинезиолога, потому что нужно видеть, как вы делаете, что вы делаете, чтобы вы не навредили прежде всего себе сами. Как и где этому можно научиться, Галина Борисовна? Вот, допустим, на ваши семинары можно походить, поучиться? Да, конечно. Мои семинары проходят около метро «Текстильщиков», в Доме культуры. Это центр «Помоги себе сам». Да, в центре «Помоги себе сам». Наши телезрители уже знакомы с этим центром, и если ваш метод заинтересует наши телезрители, то они смогут позвонить нам в редакцию по телефону или написать на сайт нашей передачи. А дальше можно уже дома заниматься этим, помогать друг другу, совершенствоваться в этом. И это будет прекрасно, потому что вы поможете друг другу, вы поможете своим детям. И дети у вас будут совершенно по-другому выглядеть, они будут меньше болеть, и будут прекрасно учиться, вы будете гордиться ими. То есть лучше обращаться к специалистам, то есть к вам, что мы сейчас и сделаем, но после того, как послушаем мнение наших прохожих. А как лично вы справляетесь со своими страхами? Что вы для этого делаете? Вот ваш рецепт. Стараюсь держать спокойствие. Думать о хорошем. Не надо думать о том, что еще не произошло, а только может когда-то случиться. Жить, находить в обыденной жизни что-то приятное, хорошее для себя. Больше философствовать. Ну, более широко смотреть на вещи. Надо понять, чего ты боишься, и тогда, может быть, это уже не страх, а что-то такое, что можно превратить в решаемую проблему. Спорт. Потому что после спортивных каких-то мероприятий все неприятности, они куда-то уходят, и жизнь становится прекрасной. Почитаю Евангелие, схожу в церковь к своему духовному отцу, посоветуюсь, и как-то легче становится на душе. Просто нужно верить в себя, в свои силы, нужно поставить все цели, идти к ней, и не обращать ни на кого внимания, даже если кто-то будет желать вам зла. Народная практика неисчерпаема. А каковы ваши советы? Насколько может каждый из нас помочь себе самому или своим близким? Есть несколько достаточно простых методов, которые можно применять в случае, когда вы находитесь в состоянии стресса, когда вам нужно срочно сообразить, что делать, как делать, и немножечко прийти в себя. Первое – это лобно-затылочное обхватывание. Итак, мы берем себя за лоб, затылок, и закрываем глаза, спокойно дышим, следим за ощущениями у нас под пальцами на лбу и под пальцами на затылке. Когда ровное биение услышите вы и там, и на затылке, вы почувствуете, что вам легче стало дышать, и в голове стало как бы светлее. Второе упражнение – это расширение поля зрения. Мы достаточно часто настолько сужены на каких-то своих проблемах, что не видим уже ничего. Поэтому поводите глазами по часовой стрелке. Так, на циферблате часов 12 мы подняли глазки вверх и подышали. Потом перешли на 2, 3, 6. Итак, мы идем по часовой стрелочке, тянем глаза и дышим. Там, где тяжело тянуть глаза, мы подольше задерживаем взгляд и дышим до тех пор, пока не открывается нам это видение. В результате вы себя почувствуете просто прекрасно. Замечательно. Хорошие, легкие, доступные упражнения. То есть это может делать каждый сидя перед телевизором. Да, каждый. Можно подержать голову того человека, который находится в стрессе, который плачет, не понимает, что происходит, ему станет легче. Спасибо большое, Галина Борисовна, за такие ценные, простые и очень симпатичные упражнения. И в завершении нашей программы ваше пожелание нашим телезрителям. Дорогие телезрители, будьте счастливы, помогайте друг другу и выводите друг друга из стрессовых ситуаций. Вы получите поистине огромный мир. Этот мир будет ваш. Всего доброго. Спасибо еще раз, дорогие друзья. И в заключении нашей программы по традиции рубрика «Рецепты счастья», где нас ожидают рецепты на все случаи жизни от профессионалов и не только. Вы хотите, чтобы ваши дети стали счастливы? Как вы думаете, что для этого нужно? Но прежде всего, откажитесь навязывать им свои представления о счастье. Поймите особенности своих детей и помогите своим детям развить в себе лучшие качества. Маленьким овным львам и стрельцам дайте попробовать новое дело, где ребенок может проявить смелость и инициативу. В то же время ограждайте такого ребенка от чрезмерной активности, поспешности, от неотбузданного желания действовать немедленно и любой ценой. Помогите ему научиться заботиться о своем здоровье. Научите такого ребенка анализировать, планировать и рассуждать. Учите его сочувствию и пониманию чувств, чтобы он мог строить счастливые взаимоотношения. С близнецами, весами и водолеями обсуждайте, анализируйте, говорите. В то же время направляйте их в разум, чтобы ребенок не вырос дилетантом и болтуном, просто удовлетворяющим свое любопытство без глубины понимания. Учите его делать, помогите развить веру в свои силы, чтобы он не боялся трудностей. И обязательно введите в его жизнерасписание, где будут включены нагрузки, прием пищи, отдых. Помогите ребенку понять его эмоциональные потребности. Тельцам, девам и козерогам давайте конкретное задание. В то же время развивайте их воображение. Учите их понимать смысл своего дела. Помогите им развить чувства и эмоции, чтобы они не превратились в узких функционеров. Помогите им развить силу и инициативность. Реагируйте на потребности своего ребенка, если это рак, скорпион или рыба. Сочувствуйте и сопереживайте ему. Такие дети более склонны к крайностям. И чтобы эмоции у таких детей не зашкаливали, научите их заботиться о других. Чтобы такие дети не поплыли по течению без руля и без ветрил, чтобы не истощились, научите быть твердыми к себе, особенно если эмоции ребенка вышли из-под контроля. Для них важно правильное питание. И всегда помните, что дети – это не ваши клоны, они другие. И в их жизни все будет иначе. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Помните, что из любой ситуации всегда найдется выход. И в этом вам поможет Нить Ариадны – ваш надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и будьте счастливы!